Судорожный синдром Мы должны с вами понимать, что судороги не являются проявлением какого-то отдельного заболевания. Они относятся к общей мозговой симптоматике и встречаются при целом ряде различных патологических состояний. На первом месте у детей стоят инфекционные причины. Безусловно, это нейроинфекции, менингиты, энцефалиты, абсолютно любой теологии, будь то вирусы, либо бактерии. Отдельного внимания заслуживают фибрильные судороги. Это неспецифическая реакция центральной нервной системы, которая характерна чаще всего для детей младшего возраста в ответ на высокую фибрильную лихорадку. Метаболические судороги. И на первом месте это, конечно же, гипогликемия. С учетом физиологии детского возраста в печени запасов гликодена значительно меньше, чем у взрослого. И, допустим, пропустив несколько приемов пищи, у ребенка может снижаться уровень сахара в крови. И на этом фоне развиваться судорожный синдром и даже тяжелые нарушения сознания. Гипокальциемические судороги носят сезонный характер. Они характерны для весеннего периода, когда дети впервые выходят на солнышко, и кальций из крови перераспределяется в костную ткань. Гипомагниемические судороги встречаются крайне редко, они менее характерны для детей. Чаще с этим сталкиваются беременные женщины. Гипоксия. Любой недостаток кислорода всегда повреждает нервную систему. И вне зависимости от причин развития гипоксии, будь то дыхательная гипоксия, когда у нас есть повреждение органов дыхания, либо циркуляторная гипоксия при острой либо хронической сердечной недостаточности. Это может быть гипоксия центрального генеза, допустим, на фоне черепно-мозговой травмы у нас есть кома, есть нарушение дыхания. И непосредственно травматические повреждения головного мозга, вне зависимости от тяжести. Либо это просто сотрясение головного мозга, либо это обширная черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга третьей степени и возможными различными кровоизлияниями. Отдельного внимания заслуживает эпилепсия. Безусловно, мы все знаем, что такое эпилепсия. Эпилепсия может быть первична, с одной стороны. С другой стороны, может быть вторичная эпилепсия, когда судороги развиваются на фоне хронического заболевания у ребенка. Например, детский церебральный паралич. И также мы должны помнить, что дети, они не поседы, они всегда могут найти какую-то гадость и положить ее в рот. Поэтому отравление занимает особую группу. И если ребенок принимал препараты, которые обладают психотропным действием, либо вызывают тканевую эпоксию, на этом фоне также может развиться тяжелый судорожный приступ. Основные моменты, о которых обязательно необходимо помнить, когда мы оказываем помощь ребенку с судорогами. Всегда убедитесь, что вы находитесь в безопасности. Если поблизости нет каких-либо предметов, которые могут травмировать либо вас, либо ребенка, ну, допустим, на столе стоит кружка горячего чая, и можно получить ожог. Либо у ребенка есть очки, которые во время припадка могут разбиться и травмировать глаза ребенка. Ни в коем случае нельзя фиксировать пострадавшего во время судорожного приступа. Таким образом вы можете усилить, либо спровоцировать травмы, которые иногда могут стать даже критическими. Всегда необходимо помнить, что не так страшны сами судороги, как черепно-мозговая травма, которая возникает в результате потери создания и падения, либо постоянных ударов черепа, о что-то твердое. Поэтому необходимо всегда фиксировать голову пострадавшего. И если есть возможность, вы можете снять свою куртку, подложить под голову, да, либо, например, использовать в виде мягкой подушки свое бедро. Самое главное, на чем хочется подставить акцент. Существует обывательский миф о том, что во время судорог необходимо быстро запихнуть что-нибудь в рот пострадавшему и каким-то образом фиксировать язык. Это ни в коем случае нельзя делать. Во время судорог очень сильное напряжение жевательной мускулатуры и все предметы, которые были помещены в рот пострадавшим, будь то ваши пальцы, либо какие-то инородные тела, очень часто используют почему-то вилки и ложки, они останутся там. И, возможно, на этом фоне будет либо травма языка, травма ротовой полости, массивное кровотечение, либо те же обломки норовного тела, либо обломки зубов могут попасть в верхние дыхательные пути. И у нас возникнет еще одна проблема – аспирация, тяжелая дыхательная недостаточность на фоне продолжающегося судорожного синдрома. Как же необходимо действовать, если на приеме, при осмотре случился приступ судорог у ребенка? Первое, о чем вы всегда должны помнить – необходимо позвать на помощь. Если вы не позовете на помощь, помощь не придет, и вы, к сожалению, останетесь один на один с этой проблемой. Второй пункт – это обеспечиваем проходимость дыхательных путей. Если есть возможность, даем ингаляцию увлажненного кислорода. При наличии противосудорожных препаратов используем их, придаем правильное положение ребенку, если он находится без сознания, которое поможет предотвратить нам аспирацию. Также даем внутривенную, либо пароральную глюкозу. А теперь пройдемся по каждому пункту отдельно. Итак, первое – обеспечение проходимости дыхательных путей. Мы должны помнить о положении принюхивания, вспомнить, например, как вы нюхаете первые весенние цветы. Немножко приподнимаете голову, ваши дыхательные пути становятся абсолютно ровными, и доступ свежего воздуха к легким становится максимальным. Но есть свои особенности, которые связаны с анатомо-физиологическими у детей. Если мы говорим о детях младшего возраста, дыхательные пути, ротовая полость у них несколько короче. Поэтому при положении принюхивания подбородок и нос должны быть на одном уровне. Если мы говорим о детях старшего возраста и взрослых, подбородок всегда должен быть выше уровня носа. Отдельного внимания заслуживают дети, у которых есть подозрения на травму шейного отдела позвоночника. Тогда мы будем использовать неполный прием сафара. Мы открываем рот, выводим нижнюю челюсть, но ни в коем случае не разгибаем шею, для того, чтобы не усугубить травму. Следующее, что вы должны сделать, это дать ребенку кислород. Согласно современным международным рекомендациям, для этого стоит использовать назальные конюли, либо назальную вилку. Они максимально комфортно переносятся ребенком, и мы должны помнить, что скорость потока кислорода при таком методе будет колебаться от 2 до 4 литров в минуту. Почему же не стоит использовать лицевые маски? Они могут раздражать ребенка, он может быть беспокойным, и это может спровоцировать повторный приступ судорог. Но если у вас нет выхода, и у вас есть только лицевая маска, мы можете ее использовать. Это не будет отхождением от правил. В том случае, если в процесс судорог вовлекается дыхательная мускулатура, и у ребенка есть остановка дыхания, необходимо использовать самонаполняющийся мешок и маску, для того, чтобы проводить искусственную вентиляцию легких. Основные моменты, которые помогут вам правильно проводить ИВЛ при помощи мешка и маски или мешка-амбу, это поддержание проходимости дыхательных путей. Помните наше положение принюхивания? Необходимо выбрать правильную маску, которая будет плотно прилегать и закрывать нос и рот ребенка. В том случае, если маска будет слишком большой, у нас будут утечки воздуха, и мы не сможем адекватно проводить вентиляцию. Вентиляция при помощи мешка и маски достаточно сложный мануальный навык, который мы не можем дистанционно вам показать. Но в каждом городе или даже в вашей больнице есть врачи-анестезиологи, которые помогут вам с освоением этого практического навыка, который в будущем спасет чью-то жизнь. Противосудорожные препараты. Препаратом первой группы является Сибазон. И обратите внимание, во время судорожного приступа у детей рекомендуется вводить его ректально. К сожалению, на сегодняшний день в Украине нет ректальных форм этого препарата. Но в 2015 году Всемирная организация здравоохранения имплементировала свои протоколы для Украины. И поэтому мы можем использовать обычный ампульный Сибазон, к которому мы так привыкли, но вводить его ректально. При этом доза препарата будет увеличена в два раза. Дозировка Сибазона 0,5% при ректальном введении составляет 0,1 мл на килограмм. В том случае, если вы не педиатр и не знаете, сколько весит ребенок, вы можете основываться на возраст ребенка. Для этого я приготовил специальную табличку. Вы можете ее записать, запомнить, либо просто сфотографировать. В том случае, если у вас уже есть венозный доступ, вы можете вводить Сибазон внутривенно, но при этом его дозировка снижается в два раза до 0,5 мл на килограмм. С чем же связан такой путь введения? Во время судорожного приступа любые дополнительные болевые стимуляции могут усугубить, либо возобновить судороги. Поэтому постановка центрального катетера, либо внутримышечное введение Сибазона может лишь навредить. Если приступ судорог не купируется в течение 10 минут, вы можете повторно использовать этот препарат. Но дозировка должна быть снижена в два раза от первоначальной. После судорожного приступа у ребенка, возможно, еще не восстановится сознание. И нам необходимо, первое, проверить наличие дыхания. Если ребенок не дышит, мы переходим к другому алгоритму. Мы начинаем базовую сердечно-легочную реанимацию. Если ребенок дышит, нам необходимо повернуть его на бок для того, чтобы препятствовать аспирации. Как это сделать у детей младшего возраста и у детей старшего возраста, я вам покажу немножко попозже. Мы уже с вами говорили, что очень частой причиной развития судорог у детей может быть гипогликемия. Поэтому мы должны предусмотреть введение глюкозы. Если ребенок без сознания, глюкозу мы вводим внутривенно. Используем для этого 10% раствор в дозе 5 мл на килограмм массы тела. Почему именно 10% раствор? Потому что другие растворы номинальные, например, 40% глюкоза, которая доступна на Украине, она является очень гиперосмолярной. Она будет влиять на стенку сосуда. И у нас в месте стояния катетера может развиться флебит. И введение глюкозы в последующем будет неэффективно. Если вы не педиатр и не знаете, сколько весит ребенок, для вас, опять же, я подготовил табличку с ориентировочными дозами глюкозы для детей различного возраста. Когда же можно вводить глюкозу парорально? В том случае, если ребенок в сознании. Если ребенок без сознания, ни в коем случае не давайте ему никакие сладкие напитки, не давайте ему леденцы и шоколадки, потому что это может привести к аспирации. Помните, что помощь при судорогах необходимо оказывать всегда. Существует такой синдром внезапной смерти. И вот большие европейские исследования нам показали, что во время судорожного или эпилептического припадка риск развития внезапной смерти значительно выше, чем у детей без эпилепсии. Очень важно, необходимо помнить, и я хочу еще раз поставить акцент на следующих вопросах. Всегда убедитесь, что вы находитесь в безопасности, и ваш пациент, которому вы оказываете помощь, также находится в безопасности. Осмотритесь, это очень важно. Ни в коем случае не удерживайте ребенка, у которого есть судороги, вы можете ему навредить. Всегда вызывайте скорую, иначе к вам никто не придет на помощь. И самое главное, еще раз, развенчаем этот миф. Нельзя ни в коем случае никакие предметы помещать в рот пациенту, у которого развился судорожный синдром. Это может ухудшить его состояние. Помните, ваша помощь при судорогах обязательно. Существуют большие исследования, которые говорят о том, что у детей с эпилепсией во время судорожного приступа синдром развития внезапной смерти значительно выше, чем у детей без эпилепсии. Сейчас мы с вами перейдем к практическим навыкам, на которых я вам покажу, как правильно необходимо себя вести уже в жизненной ситуации. В том случае, если приступ судорог уже купирован, но ребенок все еще без сознания, нам необходимо оценить, дышит он или нет. Если ребенок не дышит, мы начинаем сердечно-легочную реанимацию. В том случае, если ребенок без сознания, но дышит, нам необходимо придать ему правильное положение для того, чтобы предотвратить аспирацию. Мы всегда фиксируем две точки – это голова и тазобедренный сустав. Поворачиваем ребенка лицом к себе для того, чтобы можно было постоянно оценивать его состояние. Головной конец должен быть обязательно опущен. И в таком положении ожидаем приезда бригады скорой помощи. Если у ребенка будет рвота, то в таком положении мы полностью исключаем аспирацию. И ожидаем приезда бригады скорой помощи. В том случае, если судороги окончены, но ребенок все еще без сознания, нам необходимо придать правильное положение тела для того, чтобы избежать аспирацию. Как это делается у детей старшего возраста, мне поможет показать вам наш ассистент Артем. Если судорожный приступ закончился, но ребенок все еще без сознания, нам необходимо оценить, дышит ли он. Самые последние рекомендации в свете пандемии ковида говорят нам о том, что для этого достаточно просто визуального осмотра. Мы смотрим на экскурсию грудной клетки. Если ребенок не дышит, мы переходим к алгоритму сердечно-легочной реанимации и проводим непрямой массаж сердца. Если же ребенок без сознания, но дышит, нам необходимо придать ему правильное положение для того, чтобы избежать аспирацию. Мы всегда рекомендуем прием Хейнса, который максимально безопасен даже для детей, у которых есть спинальная травма. Первое, с чего мы начинаем, поднимаем руку вверх. Поднимаем вверх коленку и всегда фиксируем нашей ладошкой шею и затылок пострадавшего и делаем плавный поворот. И в таком положении мы избегаем аспирации, смотрим за ритмичностью дыхания и ожидаем приезда скорой. Итак, перед тем, как закончить, я хотел бы поставить акценты на основных вопросах. Всегда помните о безопасности. Оцените место, где вы находитесь. Осмотритесь по сторонам. Нет ли там предметов, которые могут навредить вам или пострадавшему. Обязательно всегда вызывайте на помощь, вызывайте скорую. Если вы никого не позовете, помощь к вам, к сожалению, не придет. Ни в коем случае нельзя фиксировать руки и ноги во время судорожного приступа. Это может привести к значительным травмам. И последнее. Ни в коем случае нельзя засовывать никакие предметы в рот во время приступа судорог. Как детям, так и взрослым. Это чревато очень серьезными последствиями. Спасибо за внимание.